Закономерен ли результат матча? Ну, не знаю. По ходу матча до концовки, наверное, все-таки закономерна была наша победа. Но последние минут 15 сил каких-то физических уже не хватило. И вот на такую простую игру с давлением хозяев мы, наверное, не смогли вот что-то противопоставить такое, чтобы мы на этот отрезок матча, чтобы у нас была контр-игра, чтобы мы отодвинули этот мяч от своих ворот, и давление было бы меньше. Но не все у нас получилось. И, в общем-то, даже при этом давлении только на память один момент был у хозяев в концовке, но в целом все-таки мы игру контролировали. Но дальше, не знаю, с чем связано, может, это нехватка сил после кубковой игры. Если вы заметите, все, а это команды-лидеры чемпионатов, все, кто играл на кубок, потеряли очки. Прям все потеряли очки. Чудес не бывает. Сил на все хватить не может. И в этой игре даже, кроме концовки, сам характер встречи, та свежесть, с которой мы должны были играть, скорость, реакция, мы бы хотели, чтобы она была на другом уровне. Но я поздравляю команду хозяев с очком, с достаточно хорошей игрой. И то, что я сейчас видел, я понимаю, что команда, мягко говоря, не на своем месте, и очки будут, и в том числе, уверен, и у наших прямых конкурентов, соперников тоже будут отнимать команду «Факел». Удивил ли прессинг «Факела» в первом тайме? Вы знаете, мы в предыдущих играх видели, что команда так умеет играть, и, в общем-то, к этому были готовы. Да, у нас не все получилось, и часть игры, ну, уже в начале второго тайма, фактически тайм, мы играли по счету. Я еще раз говорю, мы вот здесь по счету, попадая под прессинг соперника, могли играть более организованно, но вот чего-то не хватило.